Новости на информационном канале Севастополя в студии Левтина Игнатьева. Здравствуйте! Подвиг народа и история каждой семьи. На кладбище Великой Отечественной войны в поселке Дергачи прошла церемония захоронения останков 147 советских воинов. Героев войны нашли участники поисковых отрядов Севастополя. Раскопки они ведут круглый год. Редко удается узнать имена солдат и офицеров и найти родственников. Но в этот раз опознаны пятеро. Об историях семей в следующем сюжете. Минута молчания. На площади у Стеллы на мемориальном кладбище в поселке Дергачи митинг. Траурный и торжественный одновременно. Здесь сегодня восстанавливают по крупицам историю. Как героев хоронят 147 солдат и офицеров, воинов Великой Отечественной войны. В лесах Севастополя, там где больше 70 лет назад шли ожесточенные бои, сегодня поисковики ведут раскопки, чтобы вернуть имена героям. Очень важно, что мы бережно храним память о воинах, о защитниках, освободителях Севастополя. Этим занимаются и поисковые отряды. Бесценная помощь в этой работе сделана именно поисковыми отрядами. И, конечно, важно, чтобы и старым лад, как сегодня было сказано, в эти дни, в дни Великого праздника, Дня Победы, Великой Отечественной войне, мы могли отдать дань уважения, безграничной признательности и благодарности тем, благодаря кому мы сегодня живем под мирным небом. Время уничтожает листки в солдатских медальонах, но не стирает память. Из 147 воинов опознаны только пять. И сегодня в Севастополе родственники одного из солдат. Губернатор Дмитрий Овсянников передает внуку советского воина Батала Гаджиева личные вещи героя. Всего лишь обложка, портбилеты, медальон, карандаш, сделанные из гильзы. Эти находки для семьи из Дагестана бесценны. Деда искали долго, думали, утонул, но выяснилось – нет. Погиб в бою, как герой. В дагестанском селе Кунды даже установили памятник Баталу Гаджиеву. Теперь же его смогут похоронить в родном селе. И в этот момент даже дагестанские мужчины с трудом сдерживают эмоции. У него две племянницы, 92 года и 81 лет. Тоже со слезами на глазах ждут, не дождутся. И вся наша деревня ждут. Это первое в жизни они увидели, услышали, что такое может случиться, могут вообще находить такие вещи. Останки солдат и личные вещи севастопольские поисковики отряда «Долг» нашли в тёмной балке, где проходила линия рубежа обороны Севастополя. Погиб Баталу Гаджиев во время атаки немецких позиций. Советские солдаты попали в окружение и бились до последнего патрона. Семья-герой передаёт Евгению Павлику, именно он нашёл останки, дагестанский кинжал. Ответный дар – горсть земли, за которую воевал и погиб Батал Гаджиев. Шоковое состояние, потому что это, наверное, то, ради чего мы и работаем в основном, поисковики. То есть найти родных и чтобы они, по крайней мере, знали судьбу и предали земле останки своего боевого прадеда. Слёзы в глазах собравшихся люди узнают о судьбе своих близких. Правду, которую искали десятилетиями. Родственники лётчика Корнея Ефременко приехали из Москвы. О том, что их дед найден, узнали через интернет. Вместе с командиром севастопольского отряда «Защитник Отечества» рассматривают фото из семейного архива. Артём Бойко рассказал, как нашли останки двух героев и как в 44-м во время освобождения Севастополя погибли лётчик майор Ефременко и его напарник – воздушный стрелок Таток. Мелкие обломки их самолёта нашли верховьев Мартыновского оврага. 13 апреля майор Ефременко вёл авиационную эскадрилью в составе четырёх самолётов. Из них три было сбито, и только один вернулся с большими повреждениями в расположение воинской части. Были перехвачены они четвёркой самолётов «Мессершмитт-109». Наталья, внучка Корнея Ефременко и правнучка Елена, говорят, теперь в Севастополь к могиле деда приезжать будут часто. История с поисками их героя восстановила семью. Пока пытались разузнать о судьбе деда, нашли родных в Киеве, Екатеринбурге, Петербурге. Для меня это некая какая-то ячейка, ячейка истории, которая раньше как будто отсутствовала. И сейчас она восстановилась, она восстанавливается постепенно. Это история нашей семьи, это история нашей страны. Передать эти чувства, конечно, абсолютно невозможно, но для меня это важно, потому что у меня растёт сын. Он здесь сегодня, и для него это некая преемственность поколений. Мы столько родственников новых нашли. Это вот восстановление семьи. Звёздам, видимо, было так угодно, чтобы мы это всё узнали и чтобы мы встретились. Севастопольские поисковики не останавливают свою работу, продолжают раскопки в любую погоду и во все времена года в надежде найти медальоны и личные вещи советских солдат, чтобы как можно больше семей узнали настоящую историю героев войны. Марина Кравцова, Мария Буйлова, информационный канал Севастополя. Правительство города приглашает севастопольцев присоединиться к всероссийской акции «Бессмертный полк». Мероприятие ежегодно проводят в День Победы. Всех желающих с портретами участников Великой Отечественной войны ждут у памятника воинам-интернационалистам 9 мая в 10 часов. «Бессмертный полк» пройдёт по улице Ленина, проспекту Нахимова и закончит движение на площади Лазарева. Напомним, в прошлом году в День Победы по Центральному городскому кольцу прошли более 50 тысяч человек. В продолжении темы с 5 по 9 мая в городе ограничат движение транспорта в связи с празднованием 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили на официальном сайте правительства Севастополя. 5, 7 и 9 мая ограничат остановку и стоянку транспорта с 6 до 20 часов по улицам Ленина, Советской, на проспекте Нахимова и на площади 300-летия российского флота. 7 мая запрет будет действовать также на площади Захарова с 6 до 22 часов. Движение всех видов транспорта, кроме общественного, ограничат с 7 мая с 6 до 22 часов по улицам Ливаневского и Доронина. Временное прекращение движения всех видов транспортных средств ведут 5 мая с 8.30 до 12 часов на площади 300-летия российского флота, а также 7 мая с 17 до 20 часов по улице Айвазовского. В Крыму сезон клубники. Уже почти месяц эта ягода продается на рынках в больших количествах. Пока только тепличное, но грунтовой по виду и по вкусу она не уступает. Как выращивают нашу клубнику и откуда ее везут, выясняла Елена Корнаухова. Хозяйство в селе Верхнесадовое. Клубнику здесь выращивают всего год. До этого на поле в 4000 квадратных метров росли помидоры и многолетние кормовые травы для скота. В 2016-м профиль поменяли. Решили кормить севастопольцев клубникой. Инициативу фермера Михаила Шишкича поддержало государство. Для развития фермерского хозяйства получил грант на сумму полтора миллиона рублей. Закупил трактор, два мотокультиватора, систему капельного орошения и 10 тысяч кустов рассады. Построил и теплицы. В них выращивают два сорта ранней клубники – альба и клерри. В этом году урожай первый, но за две недели собрали уже 100 килограммов ягоды. Плод нужно аккуратно отщипывать, но не срывать, чтобы не повредить соцветие. Цвет должен быть насыщенно красный, без зеленых бочков и кончика. Это признак того, что клубника набрала достаточно сахара и витаминов. На открытом грунте клубника пока еще зеленая. Урожай здесь будут снимать с конца мая и до конца июня. Михаил отмечает, почва в этой местности идеально подходит для выращивания клубники. Нейтральная кислотная и щелочная среда. Ягода вырастает экологически чистой. Для подкормки фермер не использует никакой химии, только биологические удобрения. Вкус и качество зависят, конечно же, от технологии выращивания. Ее нужно придерживаться. Очень большую роль играет предварительная подготовка почвы под эту культуру. Очень желательно, чтобы земля перед посадкой пропоровалась целый год. Это заправка органикой. Мы применяем здесь компосты, применяем древесную залогу. Выдержать сроки посадки, грамотно провести удобрение почвы, обеспечить растение влагой, избавиться от сорняков. Дел на ферме много. Каждый день Михаил с шести утра на поле. А помогают сын и наемный сотрудник. Но площадь посадки планируют увеличить до шести тысяч квадратных метров. Тепличных ягод пока не так много. Первый урожай дальше села Верхнесадовое не повезли. Цена за килограмм тепличной ягоды – 200-250 рублей. А вот плоды с открытого грунта севастопольские рынки увидят. За сезон планируют реализовать около тонны сочной ягоды. Из всех полевых культур и ягодных культур земляника садовая – самая трудоемкая культура. Поэтому и цена у нее, вы видите, и на рынке, и в магазинах, она достаточно высокая. И чем больше в нашей зоне будет заниматься людей с земляникой, конечно, естественно, ее будет больше, и она будет дешевле. Сейчас цена клубники на рынке от 200 до 400 рублей в зависимости от сорта и крупности. На прилавках в основном крымские ягоды из Бахчисарайского и Сакского районов. А вот найти импортную оказалось не так-то просто. Продавцы говорят, турецкая клубника значительно уступает крымской по вкусовым качествам. Севастопольцы ее не хотят покупать. Поэтому заказывать выгоднее отечественный продукт. Он долго не залеживается. Чтобы не было пятен на ней, и хвосты всегда зелененькие, значит, она свежая, сорванная. А когда мы уже залежены, и на ней пятна, это, естественно, уже не первая свежесть, так скажем. Пока на рынках только тепличная клубника. Ежедневно только на одну точку привозят по 20-30 килограммов. По разгар сезона цифра достигнет 50-100 килограммов. Продавцы отмечают, по внешнему виду качество ягоды определить сложно, нужно пробовать. Поэтому мы провели дегустацию продукта. Заграничную из дегустации исключили. Отобрали три вида крымской ягоды. Мелкая – из Сакского района, средняя – из села Углового и самая крупная – из Холмовки. Ну, очень вкусная. Попалась просто замечательная. Мое мнение – самая вкусная клубника – крупная из Холмовки. Но мы проведем независимую экспертизу, спросим у севастопольцев. Интересно, какая ягода понравится им? Подходи, налетай, клубнику разбирай. Проблем с желающими попробовать ягоды не было. Девушка, подходите. Попробуйте, пожалуйста. У нас несколько видов клубники. Мы не будем говорить, откуда они. Попробуйте, скажите, какая, на ваш взгляд, вкуснее. Хорошо. Как вам? Вот такая чуть-чуть водянистая. Я бы вот самую милую. Почему? Потому что она более сладенькая. А вот это вот сладкая, прям как у бабушки с огорода. Беру самую красную. Эта клубника намного для меня приятнее. Она имеет свой аромат, имеет очень вкусовые качества, такие сладкие. Это она немножко более водянистая. Равное количество голосов и первое место разделили самая мелкая клубника из Сакского района и самая крупная из Холмовки. Но, как известно, вкусовые предпочтения – дело субъективное. Поэтому перед покупкой пробовать лучше самостоятельно. Фермеры отмечают – разница между тепличной и грунтовой клубникой незначительна. Ягода, выращенная под открытым солнцем, может быть немного слаще. А витаминами наполнены как ранние, так и плоды второго урожая. В тонкостях выращивания и вкуса нашей клубники разбирались. Елена Корнохова, Деливер Меджитов, Андрей Вовк и Андрей Ефремов. Информационный канал Севастополя. Теперь о здравоохранении. Севастопольские ученые получили президентский грант на уникальные исследования. Проект специалистов Севастопольского госуниверситета призван найти новый способ лечения многих заболеваний, в том числе рака. Исследуют взаимодействие препаратов между собой и неизвестные эффекты, которые дают разные сочетания. Подробнее в следующем сюжете. Как сделать лекарства от рака более эффективными? Над такой задачей работают ученые Севастопольского госуниверситета. Команда Максима Евстигнеева выяснила, если вместо стандартной схемы лечения использовать определенную смесь препаратов, то действие основного лекарства можно усилить. При этом токсичное действие химиотерапии на организм, наоборот, снизится. Теория нашла предварительное подтверждение на трех разных типах антибиотиков на биологических системах, на мышах. То есть нами было показано, что те комбинации, которые мы предсказали, они сработали. То есть они действительно дают выживаемость, например, мышей, на которых пересажена опухоли клетки. Их выживаемость существенно возрастает по сравнению с тем, что есть использованный стандартный антибиотик. Уникальный проект – это и химия, и молекулярная физика. Исследования проводятся в СИФГУ с помощью сверхмощного нового микроскопа. Он позволяет проводить исследования на клеточном и субклеточном уровне. На дальнейшие исследования наши ученые получили грант – больше 5 миллионов рублей. СИФГУ стал первым университетом Крыма и Севастополя, который смог получить такую поддержку. Раз в два года по всей стране проводят конкурс, по которому выбирают полсотни самых перспективных научных школ во всех областях знаний. В этот раз Севастополь занял почетное место в ТОП-50. Научное признание – 28 грантов получили в рамках Южно-Федерального Украины. В Южно-Федеральном Украине, в частности Крым, составная часть Южно-Федерального научной деятельности, является одной из ведущих в нашей стране с точки зрения научных исследований, с точки зрения подготовки специалистов. Предстоит закупить необходимое для исследования оборудование, затем уже приступать к экспериментам. Но сначала собрать команду. Деньги гранта можно потратить на поддержку молодых ученых до 30 лет. Первое – это организационное мероприятие, связанное с формированием лаборатории и, собственно, привлечением вот этих молодежь. Часть из них местные, севастопольцы, часть из них – те, кто уехали на Материку в свое время. Моя задача – вернуть их в ближайшие месяцы назад. То есть, как только сформирую коллектив, я уже могу приступить ко второму этапу. Это, собственно, научная часть. Через два года севастопольские специалисты должны представить перечень лекарств, которые могут быть усилены сочетанием с другими препаратами. А дальше уже другая история – биологическое тестирование и внедрение системы в жизнь. О развитии медицинских технологий узнали больше Наталья Мешкова, Марина Кравцова, Сергей Котляренко. Информационный канал «Севастополя». С заботой о пациентах в Севастополе продолжается реализация проекта «Бережливая поликлиника». Основные задачи – повысить эффективность работы медучреждений и сэкономить время севастопольцев. О том, как меняются поликлиники нашего города – в следующем сюжете. Цветы при входе, мягкие диваны и удобная навигация – так встречает пациентов вторая поликлиника городской больницы номер 2. С февраля прошлого года здесь реализуется проект «Бережливая поликлиника». Главная цель – быстро и качественно оказать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается. За год все амбулаторные карты перевели в электронный вид. Удовлетворенность населения возрастает, качество оказания медицинской помощи возрастает. Мы приняли практически 5 человек терапевтов за этот период. Приехали из других регионов. Узкие специалисты, миллионники приехали. Это очень важно для нас, для того, чтобы повысить именно качественную медицинскую помощь. Поликлиника закупила современное оборудование, полностью обустроены лаборатории и лор-кабинет. Установили новый рентген и УЗИ-аппараты. Более комфортным стал и дневной стационар поликлиники. Заменили кровати, провели косметический ремонт. Очень хорошие отношения. Чистота стала. Даже без записи можно забежать, сказать, ой, мне плохо, что не будем не делать. Всегда отношения хорошие. Проблема очередей постепенно уходит в прошлое. Заботится администрация о комфорте пациентов. Коридоры оснащены телевизорами и кондиционерами. А диспансеризация теперь длится не больше одного дня. Ее во второй поликлинике в конце апреля прошли участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и ветераны Великой Отечественной Войны. Ежегодно перед Днем Победы мы осматриваем всех наших участников Великой Отечественной Войны. На сегодняшний день их 110. 99 мы посмотрели на дому. Это лежачие люди, которые не мобильные. К ним были приглашены все также специалисты. Стало быстрее, стало меньше очередей. И сама организация, я считаю, проведена на достаточно высоком уровне. Но еще есть к чему стремиться. Теперь на прием можно записаться через портал госуслуг и мобильное приложение. Можно обратиться и по телефону колл-центра. Кроме того, в поликлинике некоторые услуги доступны и без визита к терапевту. Например, давление может измерить себе любой желающий при помощи мобильного тонометра. Сейчас вторая поликлиника второй горбольницы принимает до 460 пациентов ежедневно. Реализация проекта «Бережливая поликлиника» позволит повысить качество обслуживания пациентов и в других медицинских учреждениях Севастополя. Всего за прошлый год проект был реализован в 12 медучреждениях города. А до конца 2018-го бережливыми станут еще 20 поликлиник. Александра Каплун, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Астрономы преобразовали в музыку данные о движении межзвездного газа. Об этом сообщили представители Университета Массачусетса. Ученые использовали данные телескопических наблюдений за последние 20 лет. В результате получилась и блюзовая композиция, где каждому типу межзвездного вещества соответствует свой музыкальный инструмент. Ксилофон и фортепиано играют за молекулярный газ, акустическая бас-гитара за атомарный, а саксофон ведет партии ионизованного вещества. С наступлением устойчивой теплой погоды в темное время суток можно увидеть необычных насекомых-светляков. На всей территории России, кроме северных регионов, существует 20 видов этих жуков. Светляки обитают на лиственных лесах, на болотах, у рек и озер. Эти насекомые способны светиться из-за фотогенных клеток на брюшке. Цвет мерцания зависит от температуры и кислотности окружающей среды. И в завершении выпуска о погоде. 5 мая в Севастополе малооблачно, днем, возможно, небольшой дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 15 градусов тепла. Днем 24-26 со знаком «плюс». Это были все новости к этому часу. Еще больше интересной информации смотрите на нашем сайте xtv.ru. Телефон редакции 54-51-12. В студии работала Левтина Игнатьева. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok